МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Александр Ломаев. В начале выпуска коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он умер прямо на операционном столе. Информацию об этом подтверждает мэрия Новокуйбышевска. Бывшего сити-менеджера нашли в собственном доме с огнестрельным ранением. Наш корреспондент сделал несколько кадров на месте происшествия. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Трагедия разыгралась в ночь на вторник 24 сентября в поселке Гранный. Предположительно, бывший глава Новокуйбышевска выстрелил себе в грудь из охотничьего ружья. Было происшествие случайным или намеренным, пока не ясно. В следственном комитете подтвердили факт инцидента. Обнаружила бывшего мэра жена в 7 часов утра. Соответственно, и инцидент произошел примерно в это же время. По данным наших источников, Владимир Фомин был болен, находился долгое время на лечении в Германии. Он возглавлял Новокуйбышевск меньше года с декабря 2018-го. Он подал заявление об отставке после того, как полтора месяца находился на больничном, с которого так и не вышел. Временно исполняющему обязанности назначен замглавы по вопросам городского хозяйства Виталий Румянцев. Он фактически возглавлял город в отсутствие Владимира Фомина. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Владимира Фомина. Цитата. Благодаря профессионализму, компетентности, деловым и личностным качествам Владимир Николаевич снискал репутацию высококвалифицированного специалиста, успешного ответственного руководителя. Его вклад в развитие нефтехимической отрасли, укрепление социально-экономического потенциала городского округа Новокуйбышевска трудно переоценить. Как истинный патриот, несмотря на проблемы со здоровьем, Владимир Николаевич в непростой для родного города период взял на себя руководство городом и сделал все возможное на благо своих земляков. В Самаре стартовал отопительный сезон. В этом году раньше обычного. В первую очередь потепелели батареи в больницах. Особенно это касается родильных домов и стационаров с круглосуточным пребыванием. Не дожидаясь холодов и температурного минимума, который по нормативам составляет ниже 8 градусов, в течение пяти дней подадут отопление в детские сады, дома ребенка, школы и дома престарелых. Все муниципальные и ведомственные котельные готовы на 100%. Завершился и последний запланированный ремонт теплотрассы на физкультурной. Ее поставили под заполнение и пошло включение. Лидерами по подачи тепла стали Куйбышевские и Красноглинские районы. В остальных семи из-за большого диаметра теплотрассы отопление подают медленнее. В ближайшее время начнется поэтапное включение отопления и в многоквартирных домах. В число 5-7 будет открыта горячая линия. Многие говорят, давайте не будем включать, потому что будет плюс 17, плюс 20 после 30 сентября. Но я исхожу из позиции, точно ночью уже не будет. Будет либо ноль, либо будет где-то минусовая температура. Погода опять, будем говорить, если будет, действительно прогноз оправдается, то погода будет работать на более мягкое включение по отоплению. То есть все недостатки, которые вдруг вылезут у нас, особенно это по тепловым водам, то даст возможность в теплое время, пока погода будет отремонтировать и включать. Самарская область вошла в число 10 пилотных регионов страны, где реализуют программу энергоэффективных капитальных ремонтов домов. Жители и многоэтажи, которые копят средства на капремонт на специальном общем счете, смогут рассчитывать на компенсацию от государства, которая может достигать 5 миллионов рублей. Как подать заявку, рассказали на межрегиональном форуме повышения энергоэффективности. Лариса Шалафаст выяснила подробности. Расход тепла в своем доме жители многоэтажки на Карла Маркса контролируют сами. Для этого заменили все оборудование в теплоузле на более современное, автоматизированное, что позволило значительно сэкономить на платежах. После того, как мы внедрили автоматизацию теплоузла, у нас сокращение расходов относительно прошлого года составило в гикокалориях до 30% и в денежном выражении до 25-26%. Компенсировать до 80% расходов на ремонт жители смогут, приняв участие в программе повышения энергоэффективности. Самарская область стала пилотным регионом для реализации этой программы. Если раньше подать заявку на участие было проблематично, теперь процедуру значительно упростили. Мы просто хотим показать, что если начать работать без этих всех бюрократических проблем, действительно мы сможем этот процесс запустить. Мы будем помогать людям просчитывать потенциал энергоэффективности на домах и советовать, какие мероприятия здесь лучше сделать. Все это мы будем делать, естественно, совершенно бесплатно. У нас работает Центр поддержки энергоэффективности многоквартирных домов ЖКХ «Контроль». Мы приложим все необходимые усилия, выстроим взаимодействие и с фондом реформирования ЖКХ, с нашими активными гражданами, с управляющими компаниями, с ТСЖ, которые готовы включиться в эту работу. Мы поможем необходимыми расчетами, с подготовкой документов, организуем рабочую группу, чтобы это взаимодействие было системным, и чтобы мы смогли помочь желающим, активным гражданам, кто хочет улучшить свои жилищные условия. Важно, что на материальную компенсацию за ремонт теплоузла, кровли или утепление фасада смогут рассчитывать только те дома, где средства на ремонт жители копят на своем отдельном счете, а не вносят взносы в фонд капремонта. По программе на один дом можно получить до 5 миллионов рублей. Заявки принимают в Самарском региональном центре ЖКХ «Контроль». Все те дома, которые имеют спецсчета, могут выходить на нас. Мы будем формировать эту базу желающих и дальше запускать этот проект. Подробную информацию о правилах подачи заявок и об условиях участия в программе можно найти на сайте ЖКХ «Контроль». Либо обратиться в региональный центр по телефону 260-37-19. Лариса Шлафаст, Сергей Баскин, Максим Гусев. События. В Самаре коммунальщики приступили к установке говорящих пирамид позора перед домами должников в заводу. Такой нестандартный метод борьбы с неплательщиками применяют не первый год. Во время проведения прошлой акции была собрана сумма более 2 миллионов рублей. Как прошла акция в этот раз, знает Валерия Куценко. Оплатите свой долг за водоснабжение. 54 тысячи 723 рубля. Еще одна говорящая пирамида позора установлена рядом с домом должника на улице 3-й Радиальной. Голос на записи звучит с перерывами в 10 минут и требует вернуть долг. Во время установки пирамиды собственник находился дома, но не решился появиться перед камерами. В течение нескольких лет он не платил за холодную воду и канализацию. В итоге накопил задолженность – более 50 тысяч рублей. Должнику сначала отправляли уведомления, затем приезжали с судебными приставами. Теперь пришло время нестандартных методов. Здесь целенаправленный уход от платежа. То есть, возможно, человек чувствует какую-то неответственность, либо безнаказанность. Вот здесь хочется просто сказать, что мы действительно будем идти до конца. Люди должны понимать свою ответственность перед собой, перед городом, перед своими соседями. Пирамиду в общественных местах устанавливают так, чтобы она не мешала пешеходам и автомобилям. Запись не разглашает персональные данные человека. Звучит только номер дома и сумма долга. Работники РКС говорят, такие методы воздействия эффективны. Многие после появления пирамиды гасят долги в течение двух дней. Первую пирамиду установили летом, в 2018 году. А с осени нашли управу и на должников многоквартирных домов. Рядом с оконами у них появляется лазерная надпись, которая транслирует сумму долга. Уточняем адрес, последняя проверка долгов. И выезжаем, заказываем манипулятор, забираем пирамиду, устанавливаем на адрес. А как она устанавливается? Мы что-то крутили. Это что такое? Это заглушка, чтобы никто, кроме нас, не смог ее забрать, куда-то перевезти. Себестоимость пирамиды – 8 тысяч рублей. При этом в прошлом году с ее помощью удалось вернуть около двух миллионов рублей. Это наша обязанность перед жителями города. Мы не можем плодить долги. И поэтому, если мы будем спокойно смотреть на должников, то тогда будет рвать трубы, тогда будут бежать задвижки, тогда будет плохо чиститься вода. Мы, как предприятие, не имеем на это права. И поэтому мы будем делать все, чтобы должников не было в городе. Говорить пирамидам может только до 8 вечера. Поэтому в планах ресурсоснабжающей компании сделать подсветку, чтобы она воздействовала на должника еще и ночью. Валерия Куценко, Григорий Плешаков, События. В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Самаре ремонтируют аллею боевой и трудовой славы. Подрядчик обновляет объекты монументального искусства, которые являются главной достопримечательностью общественного пространства. Когда специалисты планируют закончить работу, расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. Аллея боевой и трудовой славы – одно из самых знаковых мест в Самаре. Ежегодно здесь собираются ветераны войны и труженики крупнейших городских промышленных предприятий. 4 августа общественное пространство начали приводить в порядок. В том числе 12 арт-объектов, которые принадлежали заводам. Подрядчику необходимо заменить информационные стенды, очистить монументы от граффити, нанести на них антивандальное покрытие, частично заменить мраморную облицовку на гранитную. Глава города Елена Лапушкина пообщалась с представителями подрядной организации и отметила, что работу нужно выполнить качественно и в срок. Эта аллея для Самары важная. 9 мая здесь все ветераны соберутся на 75 лет войны, поэтому даже не рассчитывайте, что мы на что-то закроем глаза. После осмотра уже отремонтированных объектов Елена Лапушкина поручила подрядной организации устранить все замечания, выявленные при проверке. Вот прошли сейчас абсолютно все объекты, замечаний крайне много, работа выполнена неаккуратно, поэтому все, что работа не фрит, переделают целиком и полностью. Есть замечания, которые приняты к исполнению, и они будут все отработаны с подрядчиком и будут выполнены. На сегодняшний день специалисты успели привести в порядок арт-объект, посвященный заводу аэродромного оборудования и Триумфальную арку. Еще на двух дорабатывают детали, которые отреставрировали некачественно. Общая площадь ремонтируемого участка более 3000 квадратных метров. Его должны сдать до 31 октября 2019 года. Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов, События. Переливание крови позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. В Самаре возле музея Лабина прошла акция «День донора». Все желающие смогли сдать свою кровь для тех, кто нуждается в переливании. С места событий Никита Борисов. Анатолий Бедняков – студент энергетического колледжа. Говорит, давно мечтал стать донором, поэтому, как только ему исполнилось 18, сразу же отправился сдавать кровь. Юноше нравится оказывать поддержку людям. Рассказывает, теперь решил сдавать кровь регулярно. Мне на душе приятно очень, что я сдал кровь, и это очень хорошее, благое дело. Оксана Богданова – донор со стажем. Старается не пропускать ни одной акции. Делится. После этого чувствуешь себя замечательно. Приятно сознавать, что твоя помощь нужна людям. Удовлетворение, наверное, и радость за то, что можно кому-то помочь. Акция, посвященная Дню донора, стала в Ленинском районе Самары традиционной. Она проводится третий год. Сегодня сдать кровь пришли более ста человек. Найти передвижной пункт было несложно. Внимание прохожих привлекала яркая фотозона с аниматором в костюме сердца. После сдачи крови донорам предложили согреться теплым чаем с пицей и побывать на выставке «Скульптура малых форм» и «Гобелен» в музее Алабина. Мы благодарны всем участникам этой акции, которые приходят и сдают кровь для спасения других людей. Организация таких дней, она очень полезна не только, допустим, для больных, которым будет переливаться кровь, но и для молодежи. Мы же должны воспитывать молодежь на каких-то положительных примерах. Чтобы сдать кровь, нужно быть совершеннолетним и захватить с собой паспорт. 25 и 26 сентября мобильная станция переливания крови будет работать возле Аэрокосмического университета. Никита Борисов, Николай Епифанов. События. А теперь коротко о других темах дня. Горячий коммунальный фонтан забил в понедельник вечером в Самаре. В районе пересечения улиц Новосадова и Николая Панова засорился дренажный трубопровод. Инцидент случился во время дренирования участка сети, к которому планируется подключить новый жилой комплекс. Сейчас ситуация находится под контролем коммунальщиков. Повреждения теплосетей не произошло. Подача горячей воды восстанавливается. В Самаре планируется потратить дополнительные средства, чтобы закончить строительные работы в метро. Речь идет о перегонах от станции Алабинской до Самарской. До конца 2019 года из бюджета будут выделены 87 миллионов рублей. Туннели будут проложены под Новосадовой между Полевой и Осипенко. Напомним, ранее власти сообщали о том, что на строительные работы выделили около 260 миллионов. Планируется, что новая станция будет готова через 5 лет. Сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Шереметьеву пассажира рейса Самара-Москва. Он устроил дебош на борту. Очевидцы сняли видео, на котором видно, как во время перелета произошел конфликт между пассажиром бизнес-класса, предположительно находившимся в состоянии алкогольного опьянения, с членами экипажа воздушного судна. Мужчина вел себя неадекватно. На призывы успокоиться не реагировал. Теперь ему грозит штраф до 5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Российские и зарубежные театры покажут постановки для самарского зрителя. В Самаре открылся фестиваль «Волга театральная». Первыми на театральную арену вышли артисты из Тольятти со спектаклем, в котором мечтали сыграть несколько лет. Как прошел дебют и что приготовил фестиваль в этом году, узнала Мария Левина. В Самаре отношение к театру особенное, так как это купеческий город, поэтому публика здесь особенно избирательна. Первый фестиваль прошел в 2013 году. С каждым годом самарцы с удовольствием его посещают и каждый раз открывают для себя что-то новое. Так в этом году нашу зрителя представят 16 постановок, а оценивать их будут ведущие театральные критики страны. Задумал провести такой фестиваль на Самарской земле Дмитрий Азаров совместно с Союзом театральных деятелей Российской Федерации, еще когда возглавлял городскую администрацию и Ассоциацию городов по Волжье. Театральный праздник проходит раз в два года и всегда собирает аншлаг. Это единственный фестиваль в Приморском федеральном округе, который объединяет профессиональные театральные коллективы. Я сегодня хочу пожелать абсолютно всем участникам фестивали, которые будут выходить на сцену, получить заслуженные овации зрителей, зарядиться зрительской любовью для новых творческих успехов. В театре надо спорить, надо восхищаться, надо ругаться. Единственное, театр не может оставлять равнодушным. Если спектакль оставляет равнодушным, вот это наша грусть. Но не в этот раз. Если и грусть, то лишь как эмоция, вызванная тонкой игрой артистов на сцене. Открыл фестиваль спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» Тольяттинского театра «Колесо». Артисты на протяжении двух лет просили художественного руководителя поставить эту историю на сцене. Действия происходят в русской деревне в начале войны, когда она еще не воспринималась всерьез, а в душе жила надежда, что это ненадолго. На сцене целый спектр эмоций, от радости и простого человеческого счастья до трагедии. Но единственное, что постоянно, это вера в себя, близкого и свою родину. Волготеатральная накроет город с головой. Всю неделю постановки будут показывать российские и зарубежные театры. В конкурсной программе 14 спектаклей. Еще два покажут гостевые театры из Читы и Штутгарда. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Школьница Елена Петрова из Самарской области одержала победу на всероссийском конкурсе «Моя страна, моя Россия». В нем приняли участие 90 тысяч человек из всех регионов страны. Елена представила уникальный проект, мультиязычный аудиогид Алексеевка Самарской области, крылатый поселок над Самарской рекой. Подробнее Елена Малютина. В центре поселка за гостиницей «Звезда» лишь в этом году открылся сквер имени поэта Самарского края Петра Петрищева. Поэт жил в Алексеевке и написал о ней много стихов. Не случайно онлайн-путешествие по Алексеевке начинается именно с этого сквера. Елена Петрова создала свой проект в память о дедушке Петре Петрищеве. На платформе «Изитревел» школьница знакомит туристов и местных жителей с историей родного поселка на пяти языках – французском, английском, испанском, китайском и русском. Проект стал победителем номинации «Моя гостеприимная Россия» Всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». У меня были слезы на глазах, то есть это были слезы радости. То есть мне говорили, да что ты, московский уровень, да как так-то. Но мы с мамой верили. Я думаю, конечно, они помогают в реализации, так как ты все свои мысли, все свое творчество вкладываешь в свой проект и делишься этим, и доставляешь радости себе и окружающим. Проект Елены Петровой – мультиязычный аудиогид Алексеевка Самарской области «Крылатый поселок над Самаркой рекой» полностью реализован. Но участница конкурса планирует дополнять аудиоэкскурсии новыми знаковыми местами поселка. Всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия» проходит ежегодно. Задача – привлечь молодежь к решению острых вопросов социально-экономического развития региона. Школьники, молодые специалисты и студенты представляют свои проекты и получают на их реализацию гранты, стажировки и дополнительные баллы КЕГЭ. Президент послания федеральному собранию говорил о важности поддержки местных инициатив, связанных с криведением, с народным творчеством, с сохранением культурного и исторического наследия народов России. Конкурс «Моя страна, моя Россия» эффективно решает эту задачу. В конкурсе «Моя страна, моя Россия» приняло участие около 90 тысяч молодых людей из всех регионов России. Конкурс «Моя страна, моя Россия» уже давно вышел за рамки только конкурсных мероприятий. Это сообщество экспертов, сообщество педагогов-новаторов, сообщество молодых людей и их родителей, которые неравнодушно относятся к развитию российских городов и сел, где они живут, где они получают образование, где они работают. Мы приглашаем всех к участию в конкурсе. Очень много номинаций. Номинации охватывают весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. Каждый найдет для себя свою тему. Осенью стартует 17-й всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия». И у каждого жителя Самарской области в возрасте от 14 до 35 лет есть шанс улучшить жизнь своего региона. Создать свой собственный авторский проект – социальный, культурный, научный – и принять участие в конкурсе. А потом получить поддержку для его реализации. Елена Малютина, Максим Гусев, События. Заглянуть в мастерскую народного художника Зураба Церетели и увидеть признанные шедевры мирового искусства в Государственной Третьяковской галерее. Победители конкурса «Во славу земли Самарской» отправились в столицу и получили то, о чем не каждый начинающий художник может позволить себе даже мечтать. Мария Левина узнала у творцов о дальнейших планах. Самарские художники сделали шаг в красочный мир Зураба Церетели с посещением «Святая святых» в мастерской, где великий художник создает свои шедевры. А помогает ему в этом обычные кисти, краски и невероятный полет фантазии, что можно увидеть на его картинах. Двери сюда открываются далеко не перед каждым художником. Зураб Церетели – признанный мэтр. Его скульптуры украшают города в разных странах. К примеру, знаменитые клоуны в итальянском «Морчано». Сатира – одно из любимых направлений мастера. В его галерее можно встретить множество работ в этом жанре. Сам Церетели называет себя скульптором. Говорит, картины пишет скорее для души. Вот мы здесь побывали. Мы здесь увидели художника, в котором есть огромный внутренний масштаб. Вот в себе ощущайте себя великими людьми. От этого никому хуже не будет. А вам будет лучше. Но не лучше других. А вот раз вы великий человек, ну и давайте. Что-то сделайте, а мы будем ждать. Одна из 15 победителей конкурса «Во славу земли Самарской» Анастасия Сомова. Она мечтала стать художником с детства. Девушка учится на специальности культуры и искусств. Признается, подавала работу на суд жюри, чтобы узнать о ней мнение профессионалов. О победе и думать не могла. Я была просто в шоке, когда услышала свою фамилию. Хожу и уже смотрю работы. Мне хочется быстрее приехать, вот что-то уже подчеркать, нарисовать, какие-то эскизики поделать, потому что действительно ходишь и вдохновляешься из картины в картину. И уже хочется, наконец, тоже шедевр какой-нибудь написать. Победители конкурса побывали и в Государственной Третьяковской галерее. Воочию увидели картины Васнецова, Шишкина и других знаменитых авторов, с репродукцией которых они делали наброски. Людям творческим, талантливым, живущим ни в Москве, ни в Питере, очень сложно пробиваться. Им нужно дать возможность себя реализовать, им нужно притянуть руку помощи. И наш конкурс – это такая рука. Я очень надеюсь, что мы будем и дальше за руки с талантливыми молодыми людьми нашего региона держаться. Увидели юные дарования и современное искусство. Каждый экспонат в Музее современного искусства вызывает много эмоций. Например, вот этот. Течение воды циклично, из бутылки оно попадает в ведро, а оттуда по специальным трубочкам обратно в сосуд. Что символизирует жизнь, в которой все возвращается на круги своя. Конкурс, который дарит юным талантам возможность быть ближе к прекрасному и познакомиться с признанными мастерами своего дела, решено сделать традиционным. И проводить его раз в два года. Напомним, что все финалисты участвуют в областной выставке, их работы увидит весь регион. Для многих это первая выставка в жизни, но далеко не последняя, уверены молодые люди. Возможно, кому-то из них удастся прославить родную землю. Мария Левина, Николай Епифанов, События Москва. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Я Александр Ломаев с вами на этом прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова